Слава нашему великому Богу Вы знаете, мне почему-то сегодня под вечер пришла такая мысль, когда-то, когда было храмовое служение или было скиние собрание сначала, потом был храм стоял, и там есть, ну, в основном там приносили жертвы, да, там были возлияния, жертвы были, но там были хлебопредложения. Просто хлебы пеклись, и теплыми их ставили при лицо Господа, их раскладывали просто на столе, и эти хлебы просто стояли там, просто они стояли какое-то время. И потом эти хлебы просто убирали, потому что они уже становились холодные, и ставили на их место другие хлебы, хлебопредложения, то есть они были всегда при лицом Божьем. Я думаю, ну, в принципе, если стать подумать вот так логически, ну, какой смысл в этом? Пустая трата. Просто взять холодные хлебы убрать и поставить на то место теплые, никто кушать не будет. Если, допустим, жертва приносилась, да, то жертву, например, ее сжигали, эту жертву. Но некоторые, например, жертва была там, как написано о жертве всесожжения, это была пища огня. Другие жертвы, которые приносились, то есть разные жертвы имели свое предписание. Одни жертвы, допустим, часть сжигалась, другая часть, она священник ел, третью часть съедали люди, которые приносили эту жертву. Ну, а здесь просто хлеб ставили, раскладывали и убирали, ставили и убирали. И думаешь, ну, в принципе, как будто бы пустая трата времени. Но, вы знаете, наблюдая такую картину, да, что, в принципе, и идольские служения тоже такие большие, я бы сказал, некоторые идольские служения тоже большого труда не составляли. Возлить вино, например, просто-напросто каплю вылить на землю, да, или глоток вылить на землю, во имя там какого-то идола, остальное выпить. Или, допустим, ну, такие мелкие вещи, да, может быть, цветы принести идолу какому-то, может быть, как написано в Священном Писании, там, зайчики делали или пирожки пекли и ставили, просто тоже ставили, да, и там, в принципе, их тоже никто не кушал. Но, я скажу, есть Господне предписание, Бог сказал, что вот так нужно делать. И, вот знаете, вот эти хлебы-предложения, для меня они ассоциируются как именно Слово Божие, которое мы с вами должны всегда готовить. И оно, что характерно, что эти хлебы, пока теплые, они должны стоять там, а когда они остыли, их нужно убирать и ставить другие теплые. И я скажу, что вот Слово Божие, оно должно быть всегда актуальное, оно должно быть всегда теплое. Пусть поможет нам с вами Господь, чтобы это Слово, оно действительно доходило до наших ушей, до нашего сознания, и чтобы мы его принимали. Я бы хотел сегодня поделиться такой мыслью, над которой у меня были, ну, скажу так, две проповеди, да, я еще скажу так, один хлеб был теплее, другой уже немножко остыл этот хлеб, и тот, который теплее, мне пришлось отложить, потому что я сказал, Господи, вот какая тебе именно лучшая мысль будет, вот буду я говорить. И Бог мне именно вернул той мысль, которая у меня была, ну, скажем, неделю назад где-то, да. Я читаю один стих из Священного Писания Первого Послания Коринфянам, это 11 глава, очень такая знакомая глава, где апостол Павел описывает о чаши Господней, и 31 стих написано так, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, если бы мы судили сами себя». Вы знаете, ну, сегодня, сегодня все люди говорят, себя судить не нужно. Если ты что-то сделал, то это тебе так хотелось сделать, и судить себя не надо, ни за что. То есть, человек, ты личность, и ты можешь делать все, что ты хочешь, и как хочешь поступай, так и делай, потому что, ну, это тебе нравится, ты должен получать удовольствие от жизни, и не суди себя ни в чем. Но здесь Священное Писание, апостол Павел нам с вами говорит, что «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы потом Господом». Я прочитаю еще одно место Священного Писания. Смотрите, здесь написано Лука, 18 глава. 18 глава читаю тоже такое знаменитое место, которое часто читается с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. Два человека вышли в храм помолиться, один фарисей и другой мытарь. Фарисей молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправдываем дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий сам себя возвысится». Вы знаете, но это опять же, как-то оно не сходится с современным ритмом жизни. Здесь написано, что унижающий сам себя возвысится, а возвышающий сам себя унижен будет. Как-то оно с ритмом жизни не сходится, потому что современный мир, я сказал, диктует другое. Но, вы знаете, я не буду говорить о всем мире, который окружает нас. Хочется говорить именно о нас с вами. К сожалению, уже даже слышится, допустим, я уже несколько раз слушал тоже, когда слушаешь проповеди, я думаю, многие из нас слушают проповеди в интернете где-то, или записи какие-то есть. И некоторые люди начинают с сомнением подвергать псалмы даже те, которые где-то человек, если себя, ну скажем так, в этом псалме как-то человек себя осуждает. И когда слышишь, да, вроде бы хорошая проповедь. И потом человек говорит, мы бы по сегодняшний день еще пели псалмы «Ой, я грешник бедный». Я думаю, я стал, вы знаете, этот псалм мы поем, и я его часто, этот псалм тоже пересматривал, перечитывал много раз. И, например, если взять во внимание, какие там слова идут, «Ой, я грешник бедный, правда я таков». И если Бог безгрешный, не был полн даров, не был полн любови и не спас меня, то погиб давно бы в мире этом я. То есть человек, когда сочинял этот псалм, то он брал во внимание то, что человек, как написано в Священном Писании, он вообще грешный, его природа грешная. И он говорит, что если бы Бог не был милостивый и не был полн любови и не спас меня, то я бы давно уже погиб в этом мире. То есть воздается там слава Богу, и человек, я думаю, что там человек осуждал себя именно в пении этого псалма. И вы знаете, во многом люди сегодня стараются себя, ну как бы возвысить и сказать, «Я святой уже, я праведный, я спасенный» и так далее. Мы, в принципе, есть святые, мы уже отделенные, мы уже праведные, но, я скажу, но мы еще не совершенные. У каждого из нас есть или бывают какие-то ошибки. И вот апостол Павел, видя вот эту ситуацию, он говорит, что не приступайте, я прочитаю, опять же, вот это первое послание Коринфянам, более расширенно хотел бы прочитать, потому что там речь идет именно о вечере Господней, когда он говорит, что люди приходили к этому делу неправильно, неподготовлено, приходили, я считаю, с 26 стиха. Здесь написано, «Бо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете доколе, он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сень. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают». И вот дальше это стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Братья и сестры, здесь апостол Павел, я говорю, он нас просто спускает, я так скажу, с небес на землю. И он говорит, подумайте, люди, о себе. И вот когда вы приступаете к какой-то святыне, а я бы сказал, вот если взять, я говорю, логически, когда мы рассматриваем, да, допустим, вот эти хлебопредложения, хлебопредложения, которые ставились, да, то, в принципе, логически, ну вроде бы, ну и нету никакой пользы, потому что их съедят только потом, когда они будут холодные. Священник съест этот хлеб. Точно так же люди могут сегодня отнестись, может быть, и к чаше Господней. И когда апостол Павел увидел вот эту проблему, или вот эту трудность в народе, которая была, и он когда увидел это, и он сказал, что, люди, неправильно вы делаете, посмотрите на себя и проверьте жизнь вашу. И дальше он повторяет вот эти слова, которые я сказал, если бы вы судили сами себя. Давайте еще прочитаем одно место из Священного Писания, книга Левита, я прочитаю. Левит, 16 глава, с 1 стиха я бы хотел прочитать. Здесь идет речь об Ароне, священнике. Бог дает Моисею именно повеление, как Арон должен поступать в скинье собрания перед лицом Божиим. И говорил Господь Моисею после смерти двух сынов Ароновых, когда они, приступив с чуждым огнем, пред лицо Господне умерли. И сказал Господь Моисею, «Скажи Арону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Вот с чем должен входить Арон во святилище. С тельцом в жертву за грек и с омном во всесожжение. Священный льняной ефот должен надевать. Он нижнее платье льняное, да будет на нем и льняным поясом пусть будет опоясан. И льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свою водою и надевает их. И от общества сынов Израилев пусть возьмет из стада двух коз и козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Арон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой». Вы знаете, вот здесь, смотрите, написано, что Арон, оказывается, в то время, приставая даже при лицо Божье, должен сам себя был судить. Как? Любую жертву, которую он дал, если он хотел войти в освятилище при лицо Божье, то в освятилище он просто так не мог войти. Написано, он должен взять тельца и овна и принести сначала жертву за грех за себя, за свой дом, осветить себя и свой дом, а потом только может приносить жертву и войти в освятилище. То есть, сначала осуждает сам себя. Почему? Потому что вдруг где-то он виновен. И нам с вами, я хотел бы еще тоже пару мест прочитать из Священного Писания. Смотрите, я прочитаю из книги, опять же, второе послание Коринфянам, я прочитаю. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Я тоже недавно как-то читал это место, и оно, вы знаете, он выделяется, этот стих. Из этой главы он действительно выделяется. Пятый стих. «Испытывайте сами себя, верили вы, самих себя исследуйте». Вы знаете, вот здесь интересно. Ну, любому из нас, вот мне, допустим, сегодня, если бы люди задали вопрос, «Ты верующий? Верили ты?» Ну да, естественно, я скажу, «Ну да, я верующий, я в вере». А вот здесь апостол Павел, описывая именно Коринфянам, уже в конце последняя глава, последнего послания, которые он, ну, не знаю, может быть, где-то еще были, но у нас, по крайней мере, есть два послания Коринфянам, и он пишет им и говорит, что «Испытывайте сами себя, верили вы». То есть, каждый из нас должен судить или поставить себя на судилище. Нам легче всего поставить на суд другого человека, ну, потому что нам его легче видно. Вот когда другой человек, например, где-то что-то неправильно сделал, неправильно сказал, его легче всего, допустим, поставить на суд и сказать, правильно он делает или неправильно, потому что, ну, это перед нами, перед нашими глазами. Но себя мы привыкли всегда, ну, больше оправдывать. Даже если я что-то сделал, да, ну, и начинаешь, ну, да, наверное, ну, ситуация такая, или что, ну, так получилось, да, начинаем мы себя оправдывать. А вот здесь именно написано, что апостол Павел говорит им, что «испытывайте сами себя, веря ли вы, самих себя исследуйте». Первое послание к Тимофею, первая глава, 18-й стих я читаю. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, собранно с бывшим тебе, о тебе пророчеством, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, некоторые отвергну, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». А эти именей и Александр, они тоже были согласны с апостолом Павлом? Или с Тимофеем они были согласны? Они же были правы. Они так делали, они так поступали, они считали, что они правильно делают что-то. Делают, по-видимому, они считали, какое-то дело Божье. Но апостол Павел говорит, смотрите, он говорит, что ты, чтобы ты воинствовал даже с ними, не просто так, воинствовал с ними, потому что они потеряли добрую совесть. А почему потеряли добрую совесть? Да потому что не судили себя. По-видимому, где-то судили кого-то, но себя не судили. И вот наша с вами все-таки задача вернуться именно туда, чтобы мы с вами старались именно судить сами себя. Еще читаю одно место из Священного Писания. Это Иисус Сын Сирахов, 18 глава, 23 стих я читаю. «Прежде нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа». Опять же, речь идет о молитве нашей с вами. Мы с вами склоняем колени и много молимся. Но здесь написано, прежде нежели начнешь молиться, то написано, что «приготовь себя». А как приготовить себя? Ну, что приготовить? Наверное, коврик поставить себе, или, я не знаю, включить кондиционер, наверное, чтобы тебе жарко не было, или, если холодно, печку подогреть. Здесь об этом не идет речь. Речь идет именно о том, что внутренне себя приготовь. Когда мы читаем, пророк Исаия говорит о посте тоже, то он говорит, «таков ли это пост, который избрал себе Господь?» Или, допустим, человек должен делать. И Бог говорит именно человеку, каким должен быть пост. То есть, каждому из нас дается где-то какое-то предписание для чего-то. И вот здесь именно, когда мы стоим на молитву, то нам с вами тоже есть предписание, будет ли услышана твоя молитва. И если мы по Писанию знаем, как и когда может быть услышана моя молитва, вот смотрите, даже муж и жена между собой в ссоре, может ли быть услышана ихняя молитва? Да нет, Священное Писание нам ясно говорит, что если между ними нету мира, они в ссоре находятся, то молитва их на не придет при лицо Господне. И зря мы будем тогда молиться. Или же, если, допустим, написано, «ты не отпустил и угнетенного на свободу», то есть, с кем-то ты имеешь какие-то проблемы или трудности, то молитва твоя тоже не придет при лицо Божие. И последнее место хотел бы прочитать из книги «Притчи». Я читаю 3 глава с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. И это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Написано, «Надейся на Господа, но не полагайся на разум твой». Но ведь наш разум всегда нам помогает. Но я скажу, братья и сестры, что наш разум без помощи Господней может нам помочь немножко в другом направлении. Как я уже сказал, что поставить на суд или на, скажем так, на рассмотрение, другого – это намного-намного легче. Поставить на суд или на рассмотрение себя самого – это намного-намного труднее. Но Господь нам повелевает с вами, если бы вы судили сами себя или рассматриваете жизнь свою. Пусть поможет нам Господь. Мы будем с вами сейчас совершать молитву. Я бы очень хотел, братья и сестры, что мы действительно, вот когда у нас есть возможность, и мы слушаем Слово Божье, и нас Господь, смотрите, вот так поэтапно учит. Теперь Юра прочитал о страхе Божьем. Сейчас, допустим, как мы должны поступать с собой, допустим, смотреть на кого-то или на себя. И если мы будем потихоньку, допустим, в каждую субботу, мы на неделю читаем, мы тоже на служение приходим, и Господь дает нам новые и новые темы. Для чего? Для того, чтобы приблизить нас к себе. Пусть благословит нас в этом Господь. Аминь. Будем молиться.